Во-первых, Ходорковский действительно планировал Сохватить политическую власть Создал протопартию «Открытая Россия» Заключил союз с премьер-министром Михаилом Касьяновым И руководителем администрации президента Александром Волошиным Готовил захват большинства в Думе Юковские люди были настолько уверены Что вышли на финишную прямую захвата власти в стране Что уже планировали жить на десяток лет вперед Вспоминает Токарев о тех временах Во-вторых, технология проникновения во власть у ЮКОСа была чисто коммерческой В 2001 году Ходорковский закрыл аналитическое управление Которым командовал отставной ГБшный генерал Алексей Контауров со словами «Чего ты мне свои бумажки подсовываешь? Всех, кого надо, мы уже купили там же» Между тем разница между купленными людьми и настоящими вассалами группировки Агроматна и хорошо известна еще со времен ситилийской мафии Продажные полицейские могут помочь себе раз и другой и третий Но в случае опасности мгновенно перебегут на другую сторону Представления о выходе на финишную прямую у Ходорковского, как и у другого столь же неудачного олигарха Березовского Основывались не на численности своих вассалов, а на количестве купленных людей, к числу которых при желании можно было отнести кого угодно Существует свидетельство, что Ходорковский до последнего момента считал своим даже Владислава Суркова Только на том основании, что тот когда-то работал в минотепе В-третьих, Ходорковский всерьез рассчитывал на помощь мирового финансового капитализма В частности, Ходорковский был лично знаком с одним из Ротшильдов, Джейкобом, 1936 года рождения И даже включил его в траст, распоряжающийся акциями ЮКОСа Который ему предлагал разнообразные лакомые проекты Продажа части ЮКОС в Сибирь 30-летний договор о поставке нефти в Китай Ядерное разоружение России Вот что говорил еще один опальный аллергарх Сергей Пугачев В своем интервью к телеканалу «Дождь» 26 июня 2015 года Я сказал просто ему «Миш, у тебя ж есть деньги, все в порядке Может тебе лучше на время уехать отсюда, не горячиться Как минимум оттуда ты можешь помочь своим людям Ты можешь разрешить эту ситуацию Но он выбрал то, что он выбрал Я не скажу, что это был жест самопожертвования Он был абсолютно убежден, что с ним ничего не случится Он сказал, что у него была встреча с американским президентом И вообще нет шансов, что что-то произойдет Как видите, с точки зрения самого Ходорковского Ситуация с 2003 года выглядела не как столкновение с высостоящим судереном А как завершающий этап борьбы за власть с разными противниками Причем на стороне Ходорковского выступали и высшие чиновники российского правительства И Ротшильды, и даже сам американский президент Все карты на наших руках Вперед к победе Так и только так должен действовать человек власти в ситуации своего превосходства И все бы у Ходорковского получилось, если бы не проклятая реальность Читатель Ну да, очень похоже на Чаушеску Но про того целые книги издавали А про Ходорковского только статьи Какой он крутой и талантливый Хотя знакомство с Ротшильдом Встреча с американским президентом Было от чего крыша поехать Теоретик Можете не сомневаться, было Порой и одного подхалива достаточно Чтобы убедить человека в собственной гениальности А в штабе империи Ходорковского Их численность несколько сотен Иллюзорный мир, в котором Ходорковский уже договорился с мировым правительством И планомерно шерствовал к власти над Россией Был выстроен столь же любовно и качественно Как иллюзорный мир гения Карпат Хотя Ходорковский не был невыдающимся политическим деятелем И даже сколь-либо значимым бизнесменом В результате Ходорковский Главного переселил уровень собственной властной группировки И вступил в безнадежную борьбу Закономерно Закончивавшись поражением Практик Тут нужно понимать, что Ходорковский Вообще не был политиком Он рассматривал себя как управленца Который был поставлен владельцами Пусть и вопреки желанию Старых сотрудников компании То есть, если брать примеры, приведенные выше Считал себя аналогом с Кали При том, что Путин играл роль Джобса И, соответственно, проблема его была не только в том, что у него сыграно поддержанное клаком вания величия Но и то, что эта вания была построена на совершенно неадекватной модели мира Это типовая ошибка для тех Кто сделал слишком быструю карьеру Они преувеличивают силу своих сюзеренов Которые у многих российских олигархов были за пределами страны И склонны недооценивать своих соперников Карьера которых развивалась более медленно Как у Путина, например Теоретик Горькая правда о власти заключается в том Что точно такую же ошибку может допустить любой сюзерен Независимо от своего уровня Сама природа власти требует от своих людей Большей склонности к риску Некоторой безбашенности Опирающейся, конечно, на точный расчет Как раз за разом рискованные решения приводят к победам Любой человек начинает чувствовать себя балованием судьбы Другим нельзя, а мне можно Подобная трансформация людей во власти не абстрактные теории А научный факт, подтвержданный лабораторным экспериментом Обладание властью позволяет избавиться от множества мелких проблем Вызывающих стресс у обычного человека Страх перед увольнением, управлением автомобилем, ненужные встречи Благодаря этой фоновой Уровень стресса у человека власти заметно ниже И он располагает большими ресурсами для конференционного поведения Обмана или агрессии Постоянная практика тренирует человека власти То, что у обычного человека вызывает стресс, для него обычная рутинная работа Классический пример Вы везете труп в багажнике, и вас останавливает полицейский У обычного человека тут же ноги подкотятся А человек власти улыбнется и поинтересуется Чем он может помочь? И это замечательно Но подобное притупление чувства опасности распространяется на все риски В том числе и те, которыми нельзя пренебречь Практик А я еще раз повторю свою мысль Поскольку сюзерены склонны в разговорах со своими вассалами Преувеличивать свои возможности Вассалы часто преувеличивают потенциал своих сюзеренов А поскольку реальной информацией о той ситуации О которой сюзерены действуют и взять неоткуда Вассалы часто совершают ошибки Особенно при попытке сыграть собственную игру Так, однажды я разговаривал с одним олигархом Который готовился к встрече с тогда еще недавно назначенным Путиным И поэтому решил со мной посоветоваться Я его честно послушал И сказал, что его позиция Путину будет неинтересна Олигарх очень удивился, на что его спросил Что он скажет, если у него будет 20-минутный ланч с Оуреном Баффетом? Ну, грустно сказал олигарх Я ему неинтересен У него миллиарда больше, чем у меня Ну вот, подытожил я А подумай, сколько атомных ракет у Путина? А сколько у тебя? После этого разговора Олигарх совершенно не представлял себе пропасти Разделяющие его и путинский уровень власти Теоретик Предрасположенность людей к власти К недооценке рисков и переоценке собственной значимости Является их профессиональной чертой характера Без которой они не смогли бы стать сюзеренами Внешнее проявление этой особенности Выглядит настолько своеобразно Что заслужили в западной психиатрической литературе Специальное название Гибрис синдром Придумал этот термин никто иной Как профессиональный английский политик Министр иностранных дел в Великобритании В 1977-1979 годах А также нейропсихолог по образованию Лорд Дэвид Оуэн В ранних нулевых Оуэн Заинтересовался профессиональной болезнью Вегла в государстве и правительстве Его первая статья 2002 года Называлась Отравленные, слабоумные, депрессивные Большие люди во главе государства Однако быстро выяснилось Что психические расстройства У людей власти Не такие, как у обычных людей Так что формулировки Слабоумие и депрессивность Вводят читателей В заблуждение Нужное слово Оуэн Нашел у известного Английского историка Яна Кэр Шоу Первый том его биографии Гитлера Назывался Гитлер 1889-1936 Гибрис Гибрис Патологическая зависимость От демонстрации своей власти И превосходства Вот что объединяло Всех больных правителей Статья 2006 года Оуэн называет уже Гибрис И Деметис У глав государств А за ними следует Клига Гибрис Сидров Буш, Блэр И отравление властью 2007 И статья Гибрис Сидром Приобретаемое личностное расстройство 2009 Психологическое описание Этого синдрома Следует хорошенько Запомнить всем Будущим А уж тем более Действующим Людям власти Гибрис Сидром Представляет собой Модель поведения человека Который Первое Воспринимает мир Как сцену Для самопрославления Посредством Использования власти Второе Предпочитает действия Ведущие к улучшению Своего имиджа Третье Уделяет непропорциональное Внимание К производимому На людей Печатлению Четвертое Демонстрирует Мессианскую увлеченность И экзальтацию В публичных выступлениях Пятое Отождествляет себя С нацией Организацией Использует короткое Мы В разговорах Демонстрирует Гиперпрофильную Самоуверенность Восьмое Проявляет Презинение Ко всем окружающим Девятое Готов отвечать Только перед Высшим судом Истории Или Бога Десятое Уверен Что этот Высший суд Его оправдает Одиннадцатое Теряет Контакт С реальностью Двенадцатое Склонен К нетерпеливым Рискованным И импульсивным Действиям Тринадцатое Позволяет Своему чувству Правильности Преодолевает Любые возражения Практической Целесообразности Цены И расходов Четырнадцатое Демонстрирует Непонимание И пренебрежение К механизму Выработки Рациональных Решений В диагностике Гибрия Синдрома Мы предполагаем Что три Или более Четырнадцати Этих Синдромов Симптомов Должны Присутствовать В том числе Хотя бы Один Из числа Пяти Специфических Именно Для Гибрия Синдрома ООН Изучал Биографии Восемнадцати Прецедентов Президентов США И двадцать Шесть Премьер-министров Великобритании С 1908 По 2008 Год И обнаружил Гибрия Синдром Только у Одного Президента США Джорджа Буша Младшего И у Четырех Английских Премьер-министров Лойда Джорджа Чемберлина Тетчер И Блэра Еще у Шести Президентов И трех Премьер-министров Были Замечены Отдельные Симптомы Гибрия Столь скромные Результаты Были связаны С тем Что диагноз Ставился Главным образом На основе Публичного Поведения Иначе Политиков Один из критиков Справедливо Заметил По этому поводу Черчин Не страдал Гибрия Синдромом Овен Что не читал Ни одной Его биографии Обратите внимание Что Гибрия Синдром Даже в его Психическом Описании В точности Соответствует Привычному Всем Образу Харизматического Вождя Человек С гибрия Синдромом Каждый Своим Словом Жестом И действием Демонстрирует Своё превосходство Свою приверженность К высшей касте Людей Неподконтрольный Обычным Законом Презирающим Низвенное Материальное Соображение Такой человек Всегда абсолютно Уверен в том Что знает И за счёт Этого Способен Увлекать За собой Других людей Как только Гибрия Синдром Перестанет Быть для вас Средством Укрепления Собственной Власти И превратиться В цель Вашего Существования Как только Вы станете Получать Удовольствие От Результатов Своих Действий Рост Числа Вассалов Новые Подконтрольные Организации От Самих Действий Помогать Починённым Нести Чушь На Публику Ибрис Синдром Станет Вашим Самым Опасным Врагом С Этого Момента Ваша Жизнь Окажется В руках Вашей Иллюзорной Картины Мира Где Вы равны Богам И действуете Единственно Правильным Образом Подобная Самонадеенность Неизбежно Приведёт К столкновению С более Сильной Группировкой Которой Вы обязательно Проиграете Вслед за Гибнесом К Вам В гости Пожалуй И Неведис Читатель Кого Боги Хотят Покарать Того Лишают Разума Помню Помню Но Может быть И Это Не так Плохо Власть Власть Покуражиться А потом Отойти В сторону И посмотреть Как за власть Дерутся Другие Теоретик Вы забыли Что дверь Через которую Вы вошли На арену Захлопнула За Вашей спиной Вы уже писали О том Что обладание Настоящей властью Которая Как раз И начинается С уровня Сузерен Сузереном Является Высшим Наслаждением Всех Доступных Человека Только С ее помощью Можно Пойти На какое-то Время Не ощутив Себя Богом Лишившись Этого Удовольствия Бывший Человек Власти Испытывает Мучения Сравнимые По интенсивности Разве что С героиновой Ломкой Что значит Для человека Власти Лишиться Своего Поведения Можно понять Из истории Ника Бинкли Рассказывает Кеффером Сделав Успешную Карьеру И достигнув Положение Члена Совета Директоров Бэнф Оф Америка Бинкли Все-таки Не вписался В высшую Команду Этого Банка И вынужден Был воспользоваться Золотым Парашютом Последствия Этого Ухода Оказались Для Бинкли Шокирующие Будущим Руководителем Высшего Звена В крупной Корпорации Человек Окружен Игроками То есть Людьми Равно Великого Статуса Когда человек Выходит Из игры Он теряет Эти связи Ибо Большинству Людей Его общество Интересно Только до тех пор Пока он Обладает Властью И связями Это ощущение Что ты больше Не игрок Или не член Элитного клуба Воспринимается Как потеря Бинк Ник Бинкли Описал Властное Похмелье Которое Имело Как физиологические Так и психологические Состоящие Он был Буквально Болен И испытывал Проблему Со сном Его Казалось Что отмены Самого Сильнодействующего Наркотика И могла Бы привести К ломке Более сильной Чем он Испытывал Фефер 2014 Год Страница 200-201 Людям Никогда Не пробовавшим Власть На вкус Невозможно Понять Глубокой Депрессии Доводящей До разных Вариантов Самоубийства Охватывающей Высокопоставленных Людей Власти После Падения Казалось Что такого Сбережения Остались Профессиональная Квалификация Тоже Живи дальше И радуйся Однако В такой жизни Нет самого Главного Нет ощущения Себя Человеком Власти Нет чувства Что ты Что все В мире Идет так Как тебе хочется Так что На самом деле Отойти в сторону И снова Стать обычным Человеком Невозможно Однажды Испробовав Власть Вы вряд Не сможете Счастливым Обывателем Единственный Способ И дальше Оставаться Счастливым Заключается В том Чтобы успешно Сражаться На арене Со львами Для этого Он придется Одновременно И потакать Своему гибрису Иначе Как Получить Удовольствие От власти И держать Его под контролем Иначе Ему на смену Быстро Пройдет Гамезис Последнее Не так просто Сделать Когда все Вокруг Трембуют От вас Быть Величественным И безрассудным Но к счастью В вашем Укружении Имеются Люди Способны Привести Вас Чувство Мы говорим О вашем Сузелении Непосредственно Заинтересованном Вашем Здравом Рассудке И о ваших Конкурентах Организующих Вам проблемы А не Восхваления Лучшее Средство Для Поддержания Контакта С реальностью Чаще Взаимодействовать С теми Кто Сильнее Вас Здесь Как в шахматах Чтобы Чему-то Научиться Нужно играть С сильными Соперниками И провигрывать Вечный бой На арене Со львами Не только Постоянная Угроза Но единственный Шанс На спасение Читатель Звучит Логично Но как-то Абстрактно Шахматы Или гладиановские Бои Или даже Военные действия Там понятно Кто противник И как с ним Сражаться А как Сражаются Между собой Властные Группировки Группировки Время Логично